Вот ты можешь посмотреть на драфты, да? Можешь сопоставить как раз скилл команд, что команды вроде одинаковые по уровню, но вот именно из-за этих микромоментов одна команда просто в салату делает другую за 20 минут. И на второй карте абсолютно то же самое происходит. Ты такой сидишь и думаешь после этого, а почему? Вот вроде драфт был неплохой, вроде команды равные, но именно из того, что игра происходит в реальном времени, где играет 5 игроков, где есть 116 персонажей, где у каждого персонажа там по 4 скилла минимум, где 800 талантов и еще миллиард шмоток, то вот ты не можешь предсказать именно, как Ванга, не знаю, это делает. Очень трудно. Ну а по крайней мере мы попробуем предсказать Пигги, потому что они уже на наших экранах. Вторая карта. Да, взяли Никса на четверку, скорее всего, сейчас на третью позицию Никса вообще не берут. И докрепили все это Мираной. Мирана средний персонаж. Тут Мирану пикают, а Вивера не пикают. Ничего не так. Вивер же такой хороший герой. Так раскрылся прекрасно на ESL. Даже если ты берешь, не хочешь на четверку его брать, не тренировал, то его всегда можно взять на тройку, на тройку, да, накупить Аганимов ему каких-то там, Аганимов, БКБ, там что-нибудь, Даггер может быть даже какой-то. И вообще прекрасно будешь свой кэрри спасать. Но Вивера на четверке мы, по сути, только в финале и видели, по большому счету. Ну, на ESL конкретно. Ну, там, может, он где-то, конечно, всплывал, там, как кэрри, но запомнился он именно финалом, да, когда он там таймлапсы давал, спасал всех и вся. Считаю, что этого героя недостаточно сильно занерфили, и, ну, там, после International. На International он прям был вообще огонь. Прям его банили вообще постоянно, не давали никому играть. И первое время после Inter. Вот, там ему потом поменяли таланты местами, там переработали немножко, сделали монокос на Шукуче дороже, вот, что тоже, конечно, по нему очень бьет. Вот, но, опять-таки, в целом-то герой неплохой. И Огра забирают комплексы. И что-то мне кажется, что после Пика Никса больше не появится ни одного героя, кроме Некровс, которому этот Никс вообще хоть что-то делает. Огру плевать. Огру вообще прям максимально наплевать, максимально. Вот, нет героя, которому было бы больше наплевать, чем Огру, мне кажется. Если ты видишь Никса на вот первую стадию как раз-таки драфта, то у тебя в миддл уже не будет заходить. Там штормы, штормы, да, у тебя будет заходить что-то из серии героев, которые будут собирать Блокинбар рано или поздно, чтобы этого Никса просто челкать. Или просто которым этот Никс мало что-то... Который Никс мало делать. Но мне все равно против Никса нравятся герои, на которых Карапас не действует при сборке Блокинбара, и они в этом Блокинбаре все хорошо себя чувствуют. Это что-то из серии Темплара Сахина. Просто прыгает на этого Никса и делает ему два удара, потому что Никс, он все-таки мало хэповый герой, да, у него как раз-таки нехватка жизни, вот. Поэтому такие герои, которые с Блокинбаром прыгают, убивают там с трех ударов, опять же, тот же самый Блотсикер на миддл, Темпларка на миддл. Просто бегут за ним и не дают ему ничего сделать. Да, плюс еще Никс в Темпларке, он вообще ничего не делает. Если активен рефракшн, ты даешь удар с Вендетты, это удар в рефракшн, стан, моноберн, это снова удары в рефракшн, то есть это ноль урона фактически. Неудобно. Так может быть, да, так может быть, если в Темпларке активен щит. Ну, тут у нас подбанили Блотсикера, подбанили Шидоу Демона. Что еще осталось? Остался ПЛ, вот вопрос. Лансер, да, самый главный. Роял, never give up. Вот, либо они сейчас не банят Лансера и пикуют сами, и тогда у них все плюс-минус не так плохо. Вот, потому что... Ну, и плюс-минус не так хорошо, потому что стоять против Некрофоса Лансером не всегда бывает удобно. Там, если его какой-то хороший герой подкрепит, то Лансеру будет тяжко. Но, если они... Ну, докончу свою мысль. Если они Лансера не банят и не пикуют, то его берут комплексити, и игра становится невероятно для них сложной, поэтому они сделали правильный выбор, конечно же. Лансера забанили. Ну, если бы Кол и Лансера брали, тогда бы Огр Баффал Лантера, ну, палил бы настоящего и, возможно, не так эффективен был. Ой, да я думаю, что это не столь важно. Там все равно, когда куча иллюзий, там бывает, не всегда получается каким-то таргет-скиллом навести, плюс еще там у Огр Мага есть такое свойство, как мультикаст на Бладласт. Ты можешь там и одного, и другого, и третьего, и четверых. Да, и четверых. То есть там несколько иллюзий может оказаться бафнута, поэтому это не столь как бы так актуально. Ну, понятно, что нужно выбирать, когда, например, на Лансера нападают три героя, и он сначала манту нажал, потом дуппельгангер, потом там через выделенную иллюзию там увел куда-то за ней, там, часть героев других побежал, а ты такой пришел и Бладласт ему дал. Ну, тогда, конечно, его догонит, и ему накостыляет, еще и тебе потом накостыляет, еще потом твой тиммейт тебе накостыляет. Так что так делать нельзя. У нас обычно вешается, когда ты точно видишь, что дракту побеждаешь, чтобы быстрее там развалить, или чтобы догнать кого-то там. Такое чаще с Ливенг Армором встречается. Вот с Бладластом я такого не видел, но вот с Ливенг Армором и с Армором Лича тоже такое бывает, когда саппорт так палит основного персонажа. Ну, бывают еще умные как раз-таки вот эти Личи. Которые вешают на иллюзию. На иллюзию вешают, да, и просто эту иллюзию начинает фокустить, и очень много ресурсов тратит на эту иллюзию. Да, бывает, бывает по-всякому, да. Бывает по-всякому. Даззл в пике Royal Neva Give Up. Хороший герой, полезный, сильный. Очень опасный лайнер. Против Некрофоса хорош тем, что не позволяет герою умереть от косы, но это мало чем радует ту цель, которая на одном единице здоровья, на одном хп просто пытается куда-то уйти, потому что, ну, тебя с косы не убили, тебя с косы не убили, но ты умираешь от ауры. И это не очень круто. Ну да, но при этом Даззл по тому же принципу рассуждали наши предыдущие аналитики, и вот в серии Веги, которую Вега выиграли против The Final Tribe, Даззл смотрел все здорово, просто потому что подходящих персонажей очень был. Ну, физ урон. Я бы тут вообще про какую-то дроу рейнджер начал думать в пике Royal Neva Give Up. В составе с Даззлом и Миран это уже очень мощная связка. Какой-то еще, допустим, сильный мидер. Визаж. Ну да, визаж нормальный, или там еще кто-то, плюс у них ласт пик есть, то есть выбрать будет из чего. Под дроу рейнджер это может реально хорошо сработать. Пока у комплексти нет таких героев, которые... Дровка вот прям контрит на корню. Огр плюс-минус хорош, Некр плюс-минус хорош, Шейкер плюс-минус хорош. Но это не какая-то ультимативная фантомка со слотами, да, которая прям вообще не дает жить. Морфинг. Морф. Ну, что взять с морфа? Тоже плюс-минус неплохой герой. Хороший персонаж, хорошо. Есть еще место для дроу рейнджера, не будем забывать, что морф имеет в мид ходить. Посмотрим, что там комплексти на драфте, что они сами заберут в мид. Там уже будет понятно. Ну, я думаю, что у нас не возникает сомнений, по крайней мере, относительно того, на ком будет играть Снэйкинг в этой игре. Наверняка это будет Некрофос. Он очень часто на этом герое играет. Я бы задумался по поводу Томп Ларки, и она здесь нравится. Для комплексти? Да. Ну, честно говоря, там властпик будет у Ройл Невоги. Они могут как-то что-то придумать. Да, появляется Фейслос Вводит. Герой, который считается, что контрит морфа, и в целом-то так оно и есть. Главное, слишком сильно не проиграть лайнинг. Ну и что, инвокером мид подкрепляем, выиграем 2-0, фиксируем прибыль, идем дальше. Инвокер, опять же, да. Против Никса не хочется брать. Да, и против Никса не хочется, и морф может мид стать. Поэтому, да, это я так просто. Ну, просто хотелось бы посмотреть на комбинацию Фейслос Вводит плюс инвокер, почему бы нет. Ну, так опасно, да, конечно, его брать. Когда у соперника ластпик есть банлины. Если будет бан бруды, если будет бан бруды, то, в принципе, еще можно предположить, что комплекстики хотят инвокера пикнуть. Но, в конце концов, можно свапнуть лайны. Кстати, инвокеры на сложное отправить некров в свой мид. А некров в бруду прям совсем не чувствует. Тут еще есть такой персонаж, про него забыли. Он здесь очень хорошо смотрится, что для одного и другого коллектива, потому что гангать на самом деле нечем. Это алхимик. Он же не в бане у нас. Ну, очень такие, на самом деле, что Даззл не очень круто двигается, да, алхимику не мешает там, что Никс. Вот, темпларка залетает. Я бы алхимиком ответил, на самом деле, против этой темпларки даже. Ну, вообще... А как фарм делить? Да. Что делить? Фарм делить. Ну, у тебя может стоять на одной линии, алхимик оформливается так, как на леса. Вот и все. У тебя, как бы, ничего не происходит. Нет, тут фарм делить надо, когда у тебя антимакс тинкером в одной команде. Вот тут надо делить фарм. Когда у тебя спектра с террорблейдом в одной команде. Когда алхимик плюс мор, в принципе, это не так критично. Алхимик действительно неплохо бы, наверное, смотрелся в пике Royal Never Give Up, но что ты мне подсказываешь, что они его вряд ли пикнут. Да, тут еще нет жесткого отспама, на самом деле, если к техбазе подходят, если начинают ломать, ты... Эмбер Спирит. Эмбер Спирит. Ну, тоже неплохо. Это такое, типа, на перспективку, что-то из серии, может быть, какого-то тинкера даже. Вот. Его трудно будет забрать, потому что, на самом деле, ганг-потенциал у ребят и сколов не так силен. Вот. На меди будет стоять неплохо. Главное, чтобы он не просел против темпларки, как раз один на один. Вот. А дальше, если он возьмет какие-то определенные артефакты, соответственно, ты будешь раскачивать свою морфа, и дальше посмотрим, как это все выйдет. Правильно ли сделали РНГ, что они стали добирать персонажей под Дроу Рейнджера и вообще саму Дроу Рейнджера? Потому что, в принципе, ну, вот они напрашивались, но при этом морф Эмбер Спирит вместо этого. Что скажете? Ну, Дроу Рейнджер могла смотреться, как персонаж в этом пике, да, вот если бы не взяли бы, например, морфа. Когда взяли морфа, вероятность пика Дроу Рейнджера уже чуть-чуть пониже. Ну, если предположить, что морфа не было бы в пике. Ну, да, нормально смотрелось. После пика морфа, там можно было бы еще взять дровку, но как-то у тебя два героя, вот такие, которые в начале игры просто без киллов, и это на два разных лайна надо ставить, не очень хорошо бы смотрелось. Морф сам по себе неплохой герой, и Эмбер тоже неплохой герой, но я что-то все равно хочу на комплексе поставить в этой игре. Очень многое будет зависеть от центра, от Темпларки-Эмбер Спирит матчапа, потому что там по-разному бывает. Бывает, что Эмбер выиграет, бывает, что Темпларк. Кто выиграет, у того будет преимущество, и проще в мидгейме будет. Так, команда, думаю, что одержит победу. Ну что, смогут ли представители Поднебесной, немного не то сказал. Ну ладно, китайцы, смогут ли они одержать победу в этой серии или нет? Еще вероятность есть всякая. Проверим, как решится этот матч прямо сейчас. Да нет никакой вероятности. Они никогда не сдаются, они не пишут ГГ. Но я считаю тех случаев, когда они сдаются и пишут ГГ. Ну это в крайние совсем случаи, когда уже точно понятно, что шансов, ну вот прям вот совсем... Нет, я так скажу, это только на первой карте, либо на второй, если счет 1-1, они пишут ГГ, потому что потом еще... Они как бы не говорят, что мы сдаемся, они говорят, в следующую поехали. Вот следующий вам точно... Да. Все. И это правда. Ну что, действительно, вторая карта. Нужно собираться Royal Never Give Up максимально. Ой-ой-ой-ой-ой. Ах, фу, стрела мимо не попадает по Энви. Вот это додж от Энви. Видел, как он задоджил стрелу? Ну, конечно, сильный мув. Я бы тоже смог, наверное, задоджить, но да ладно. Взял и отошел. Взял и отошел. Да, не каждый на это способен, безусловно. Но все-таки здесь... Честно сказать, мне кажется, стрела обладает каким-то гипнотическим действием. И это правда. И это серьезно. У меня была одна игра, когда я все умудрился стрелы словить на линии. Причем, самое забавное, доходило до такого абсурда, что она летит. Я знаю, что она... Подожди, подожди, раунд два. Это еще не конец. Так, подкоп. Стрела попадает. Энви. Не отошел. Вот видишь, а ты говоришь. Ну, тут как бы сложно было отойти. Мы считаем, что это был стан Локи. Так вот. А Никс-то его простил? Никс не пошел. Да, не пошли до конца. Тут у нас борьба за руну. Что у нас будет по итогу? Два-два. Две-два должны забирать. Так вот, я умудрился реально все... Причем, я начинал даже гореть на себя самого, потому что я понимал, что летит стрела. И я, знаешь, как этот... Как кролик перед удаун. Как перед удаун. Я понимаю, что вот, вот, я делаю шаг под нее и умираю. Я такой, что со мной не так? Тебе кажется, что нужно атакить в право, ты отходишь в право и получаешь стрелу прям в центр. Да, это жизненная, жизненная ситуация со стрелами. Было у меня такое. Центральная линия. Игрок, великий игрок на темпларке. Кстати, как же он залил эту линию против... против Мэджикала в игре с Na'Vi. Но, тем не менее, Лимб на темпларке против Стея на Эмберспирите. Добил одного крипа. Да, из всей пачки... Ты и топил ноль. Да, 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 я что-то смотрел на это какое-то нереальное противостояние Титанов. Все думаю, а когда уже крипов-то добивать будут на линии? И пока что только получается, что из пачки крипов один достался. Это Гэнди Кап был. Как-то так. Ну и на нижней линии Мане будет на Морфлинге. Помогает ему здесь 343-й. Против них тоже интересная дабла получается такая. Это с кем? На Воиде и Энви на Шейкере уже. Как-то так. Ну и на топе Зетфрик на Угромаге гоняет уже во всю Ахфу. Ахфу, в принципе, тоже ему особо-то плевать. У него реген просто бешеный. Тот еще имеется два манга. Мы видим, что даже под Игнайтом не особо пробивают. Ну и против них тоже довольно неприятно. Это дабла стоит. Это Зетфрик вместе с Тэмпларком. У него есть, да и как бы битый уже в миде. Нужно быть аккуратней. Да, я вот на самом деле по поводу линии Воид-Морф, точнее не линия, а по поводу этой пары я так и не понял, если честно, кто кого контрит. Потому что спрашиваешь у аналитиков, они говорят, да точно, точно. Допустим, Воид контрит Морфа, и это стопудово, Морф ничего не может сделать. А потом через день сидишь, ждешь своей игры, с другим аналитикам говоришь, и он говорит, да кого-то слушает, ТНС вообще не шарит, на самом деле Морф нормально смотрится и так далее. Сколько людей, столько им меньше. Да, да, да. То есть я так и не понял. Единственное, что я соответствовал для себя, то, что Морф, даже если он превращается в Воида, в хроносфере он застревает. И мы решили, что так не должно быть. Да, это нечестно, все верно. Если уж ты превратился в Воида, то перенимаем его способности не застревать в хроносфере. Воид же может бегать в чужой хроносфере на например, почему ты не можешь бегать в хроносфере, когда ты превратился в Воида. Это нелогично. Нелогично. Все верно. В миде начинают напрягать потихонечку лимпа, фармисты. Двух репочков здесь не удалось забрать. Трех. Что происходит на центральной линии? Ластхит сегодня выйдет. Что-то хромает ластхит, да. И я прям вот немножко в шоке сижу. Как так-то? Если не выйдет, скиньте мяч. Да, на топе тем временем топовый ластхит сейчас у Снайкинга. Некрофос там мы видим еще параллельно лесочек немножко подфармливает. Делается отвод от комплексити. Ах, фу. Тоже здесь борьба за крипов. Я слышу стрелов. Ну, такое. Я так понимаю, стрела по крипам была просто от Мираны. Фармящая. Окей, довольно спокойное начало хочется отметить от игры. Не особо агрессируют вообще по линиям, как бы. Все пармят. Все максимально углубились в доту. Ну, такой супер метовый пик, что у одних, что у других. С одной стороны, это Даззл, который там через игру появляется. Мирана, которая на ESL была, по-моему, топ-2 героем по пикрейту. Что, с другой стороны, Некрофос, который вообще стал чуть ли не топ-1 героем по пикрейту. Не хватает тиражблейды сюда. Огр приходит. Приятно, что есть Огр, который дает тебе Bloodlast. Энви дает фиссуру по двум героям. Ну, такая охранная фиссура. Предупредительная. О-о-о-о, фиссура. О-о-о. Открытое акционерное общество. Или это ОАО, подожди. О-о-о, все верно. О-о-о, это общество с ограниченной ответственностью. О-о-о, это все. Потому что фиссура, ответственность фиссуры ограничена. Так, ладно, игра продолжается. Что у нас? Топовые ласки сейчас у нас, как я и говорил, у Снайкинга. Там догнал наконец-то лим по фарму. Тоже набрал Суэс. А вот пока что, если посмотреть на Эмбера, у Эмбера не густо все. В это время драка. Стрела залетает по Снайкингу. Снайкинг, Death Pulse. В Carapace. Хорошо. Это была самая эффектная стрела из всех, что я видел. И при этом самая бесполезная. Так, Мане тем временем на линии тоже идет 14 на 9. Его оппонент по линии 12 на 1. Тоже, в принципе, все довольно ровно. По крипам вырываются два героя Дайер. Немножко просил Эмбер. Ну, морф свое возьмет, я думаю. Слушай, до сих пор ФБ нет. А сейчас появятся так-то уже баунтосики, я так понимаю, да? Ну, и вот там, возможно, и случится. Да, может быть, даже драка будет какая-то. Давайте смотреть. Энви уже там караулит. Выходит Ахфу. И Фиссуров в Carapace. В итоге забирает здесь у нас Ахфу. Стрела. Стрела по Энви. Ну, в принципе, классика жанра. Я подожду. Давай, так, еще до выхода крипов Энви уже нарвался на вот эту комбинацию стан плюс стрела, и вот его наконец-то забирают. Так что, по итогу, получается, сейчас должны забирать еще одну баунтеру на себе ребята из команды РНГ. Должны, но не забирают. Да, почему-то опять, и кстати, это уже вторая игра подряд, если я не ошибаюсь. А, до этого у комплекстики была такая ситуация, у них очень долго это вот баунтеру належало. Там просто соперник с высокой долей вероятности думает, думает, что ты забрал, ты можешь забрать ее. А ты не забрал. А ты не забрал. А ты не забрал. Стэй. Ой-ой-ой, как ему больно. Еще один удар, нужен, стэй. Погибать. Вау! Нет, все-таки погибает. Вот это должен был. Ну, да, здесь уже слишком тяжелая ситуация. Жил до конца, умер как герой. И это верно. На топе продолжает фармить. Сейчас на кинг у него скоро появится. Шестой, и это будет коса, это будет возможность подраться. Там у нас внизу продолжают пытаться гонять морфлинга. Битва за обычные руны. Тут хаста, у Энви за 343-м. Погоня. Энви. Разминает кулаком. Пошла фиссура. Хорошо. Закрыл. Игнает. И что, а вот Дазлу плохо. Хотя я не знаю, у Энви плохо. Выбери рейндропы, но Энви за счет хаста нет, недолго жил, погибает. Потом, причем, фраг забирает 343-й, погибает сейчас. Мане в это время избивает Зетфрика. Зетфрику нужно еще парочку ударов накинуть. Пашек прокает, но поздно. С кем? Дерется с Мане. Мане перекачивается потихонечку. Мане дерется до последнего, как герой. И понимает, с кем, что смысла нет дальше здесь точковаться и уходит. Без шансов. Мане каждый раз, как только у него оставалось мало хп, заранее, чтобы не было какого-то шального баша, нажимал перекачку, чуть подкачивался. Это так называемая кислая Даззла в действии. Вот сейчас мы видим, Огр, точнее, Шейкер вроде бы убежал, но очень долго висит этот эффект. Он постоянно обновляется, если Даззл тебя бьет. Да, довольно сильная штука. Многие недооценивают, мне кажется. Я думаю, что среди профессиональных команд уже все оценили, поэтому Даззл и залетает настолько часто. Это все-таки хорошее такое изменение, которое помогло этому герою вернуться в Компетитив. Несмотря на то, что Акс сейчас является одним из самых частых пиков. Даззл все равно актуальным. Ну, там подбанить можно или себе в команду взять этого Акс. Ну что, выход на СРФ? В спину готовы выходить. Комплексити, Снэйкинг, с косой. Тут, правда, еще и ах-фу. Обоюдно. Да, коса пошла. Коса пошла и в итоге отправляет СРФ в таверну. Отлично сыграна. Да, карапас работает. Ну, Снэйкинг, он просто на регене, он может позволить себе побежать, несколько тычек сделать. Да, плюс хардстоппер работает, тоже приятная штука, неприятная одновременно для Никса. И нужно будет уходить. Потому что я постоянно выжигаю. ХП башики в это время внизу. Триста сорок третий. Ой-ой-ой. Еще и усы клэпает. Ой-ой-ой. Как неприятно. Подходит. Он, кстати, без шалугрейва был, если что. И нужно быть аккуратным. Опа. Два войда. Так, ну-ка иди сюда. Сбить бы ТП, но адаптив? Ой-ой. Прокатился слишком далеко, и его смог сделать ТП. Конечно, если был бы адаптив, вы это должны были забирать. Замедление. Мустая проблема, но есть Реминон там на подсейф уходит сразу же. Герда, не удалось его забрать. Лимб уже начинает наглеть. И, кстати, это еще не конец. Очередная трепа взрывается. С Тей. А Реминон нет? А, нет, есть один поставлен. Хорошо отыграл здесь Тей. Там просто еще в инвизии подтягивался Энви. Так-то можно было бы под Фиссуренку попробовать забрать, но немножко не успел. Ладно, в это время на нижнюю линию возвращается у нас 343. Здесь уже и Снэйкинг, здесь уже и Зэпфрик, здесь уже и Аху. И, возможно, будет драка, потому что сюда уже направляется также и Энви. Он может в спину выйти неплохо. Наполовину битые игроки команды РНЖ. Косы нет, и не очень хочется драться, на самом деле, без косы. Как-то все это смотрится без зуба. Марфа нечем забрать. А так под стану Огро сейчас его косой можно было бы накрыть здорово. И у Дазла четвертый, а на четвертом, скорее всего, у Грейва еще нет. Ну, как правило. Правило берут 2-0-2. И там потом по ситуации уже этот Грейв появляется. Ну, Аннет со своей любимой фишкой вот этой, которую сейчас используют абсолютно все. Он был один из первых, кто начал это делать. Маска на морфе. Ну, чтобы постоянно быть на фулл-хп. Слишком большая скорость атаки и урон в начале игры. И много брони, поэтому маска тебе позволяет фармить без особых проблем. И отхиливаться очень круто. Да, плюс еще и Дазла рядышком есть. Но, слушай, тут не оставляет попыток подраться комплексити, не уходит. Тут уже Снэйкинг, я так понимаю, он прописался. Произошел свап, на топ отправили фарм. Ой-ой-ой, атака. Ремнант залетает. Отличный сиринг-чейнс в двоих. Моне подходит. Прокатывается волной. Хотя забрать и Энви. Энви погибает. Отправляют в таверну. Зетфрик тоже очень битый, скорее всего, загорит за ним. Продолжается поклонник аж за тавер. Да, забрали его. Это уже минус 2 от команды РНЖ. Снэйкинг. Нужно бежать. Привязали его. Акфу подкопал. Снэйкинга попробует забрать. Есть байбэк. Сейчас вернется обратно у нас также Огрмак. Но в итоге погибает еще Некрофос. Моне улетает. Сбить нечем. А вот Акфу просто с удара лип растерзал. Стэй. А вот Стэй найдут ли? Вот что вопрос. Находят, находят. Поспешил со станом, хотя рядом Шейкер. Если у Шейкера есть фиссура, то можно контролировать Стэй очень долго здесь. Он пытается запутать соперника. Включает флэмгард. Его закрывают. Неплохо. У него нет ремнантов, он использует фисты и его заберут. Да. Причем только что, вот буквально через долю секунды после смерти откатил у него ремнантов, когда можно было бы его потратить. Да, немножко не хватило времени для того, чтобы выжить. Ну и в итоге как-то так. Он и вышел. 6-5 счет. Плюс-минус, более-менее ровно. С кем сверху? Хотят его под комбинацию взять со стрелой. Ой-ой-ой. Акфу не попал. Не попал немножко под копом, да. Но и теперь будет понимать с кем, что здесь рядышком три героя и не будет подставляться. Уходит сразу же за тавр. В общем, ответ на вопрос, что может вводить против Марфа, на данном этапе игры очень тяжело нам получить, потому что вводит слишком мало денег. Возможно, это и есть вот его один из основных минусов, его скорость фарма. Что может вводить по скорости фарма? Ну, взять БФ себе какой-нибудь? Ну, сложно сказать, БФ, мне кажется, ну, жадно, долго. Жадно, долго, не темпово. Да, и по-хорошему в идеале бы собрать себе ПТ-там аквилумом и как-то с командой драться-драться под хроноскеру. Залетит, Венве, залетает, минус. В отличие от антимага, если вводит возьмет себе БФ, он потом не сможет настолько быстро фармить. Все равно его скорость фарма меньше. Вводит не настолько мобилен, как антимаг, чтобы быстренько бегать и фармить с этим артефактом. В это время забирают нас на нижней линии дазвард. Ну, не под косу и быстро выйдет. Да, быстро выйдет, хотя фраг достается Снейкингу, все же. В общем, у Войда колоссальные проблемы с фармом. Как он их решать, будет непонятно. Ну, я говорю, возможно, как-то потом по игре с командой, когда пойдет, вот удачные хроносферы, как-то за счет ассистов, киллов, камбэкнет в игру. Это, наверное, единственный вариант, который мне видится. В это время Лимпа нашли, врывается отлично СТА. И стрела залетает, Войной Старшторм, должны забирать нас на Тэмпларку, да. Тэмпларка погибает. И, кстати, сбили стрик из трех убийств, тоже огромный плюс сейчас для ребят из команды РНЖ. Никаких шансов против Амберспирита, рефракшн моментально сгорает за долю секунды, там, сколько бы ни было стаков, и легко забирают под стрелу. Хорошо действует Ройл на вагивап, и я думаю, что у них хорошие шансы в этой игре, в отличие от прошлого. Да, они причем понимают, что нужно идти давить, и причем им удается это делать 4 плюс 1, пока у них продолжает фармить морфин. Морфлинг вообще не принимает участия никакого. Вот нашли, например, еще Угрмага. Еще один фраг. Неплохо. Да, легчайшие, легчайшие фраги на мидере, на суппорте, Воид при этом что-то пытается зафармить лес, но очень тяжело все это. Да, в это время там толкает линию, также не будем забывать морфлинг, он уже на топе. Он готов выходить на Т1, и, возможно, даже 2 тавра попытаются забрать сейчас ребята из команды РНЖ. Пока неплохо. Мане уже здесь. Один. Ну, это тот тавр, который очень тяжело издефить, не имеет особого смысла против одного героя. Ну, опять же, это денежки. Это денежки, которые капают в копилочку РНЖ, они уже 1 тысячу ведут. Тут на самом деле сместился аж чужой лес. Что-нибудь древний крипол здесь фармит. Как бы ему не... Ну да, не залетела бы здесь ответочка, но учитывая, что у него скоро появится блинкдагер, будет такой агрессивный темпларка все-таки. Совсем немного осталось до этого артефакта, ну и ставится пауза. Какие-то проблемы с наушниками. Какой выбор делает Войт? У него топорик есть. У него есть... У него вообще ничего нет. У него настолько все плохо. 0-0-0. Он собирается купить фласку. Хороший выбор. Хороший план. Да, величайший Б уже, наверное, заспамил все своим БФом. Но, к сожалению, он в бане. Так, у нас есть Moonlight Shadow. В атаку отправляется у нас ребята из команды РНЖ. Увидели Снайкинга. Не стали врываться. Хорошо. Там плюс центр еще впереди стоял. До конца не пошли на чужую половину карты. Ну и игра продолжается. Такая, знаешь, я бы не сказал, что супер-мега напряженная как-то... Очень жадная пипа РНЖ. Она такая очень размеренная. Вот какие-то точечные фраги умудряются РНЖ делать. И по-хорошему эта жадность может оправдаться. Потому что, опять же, повторюсь, морфинг пока что действует по карте безнаказанно. Его никто не контролирует. Он продолжает набирать Свойнед Ворс. Смог. И пошли. Да, морфу некуда торопиться. Ему нужно как минимум парочку артефактов, чтобы быть боеспособным. Эмбер Спирит сейчас да. Но он взял себе тревелаун только за счет уровня. За счет своих спулов. Лимпа нашли. Опять врываются на него. Стои привязали. Должна быть стрела. Стрела попадает. Да, скрипа. Но это не имеет значения, потому что урона слишком много. То есть даже без стрелы темпларку так легко забирают. Великолепно отрабатывают по варду, который стоит на нижней горке. И сразу же смещение идет на баунтеру на своем. Тут успели у комплекса. В итоге немножко не успел Мане. За баунтерсом. Ну и на эту скорость фарма. Ну, так вот. Так вот. Ну, единственное из плюсов хочется сказать, что у него приличный такой плюс множителя урона с баши, который прокает. И может быть за счет этого как-то ему поможет. Нет, ну это знаешь... Ну, это капля в море, я согласен, безусловно. Тут еще из-за них убирает вард, тоже плюс денежка для RNG дополнительная. И ты знаешь, это из серии вот какого-то там, когда тебе нужна нереальная скорость, а у тебя какая-то гужевая повозка с осликом, и ты говоришь, а запрягую-ка я второго ослика в повозку, и вот тогда поедем. В два раза быстрее. Сбивают рефракшн моментально, минус темп ларка, минус два, хороший эсеринг шейнс. Сейчас привязали здесь, да, Энви на пару со Снэйкингом, Снэйкинг начинает избивать Снэйкинг, фессора пошла, Ахву в это время спину зашел, есть тех СЛМ. Ну а толку от этого никакого нет, абсолютно. Забрали, конечно, Даззла, но да ладно, это всего лишь саппорт Даззл в размер на четырех героев команды Комплексити, плюс сейчас еще и заберут Тавр. Никакого участия в драке Войт не принимал, да он и не мог принять по-хорошему. А вот это урон, и Войт, Войт, Войт. Да, у него проблемы, на него вышел Ахву. Стрела. Тим Вайп. Да, и Мегакилл для СРФ. Очень много денег сейчас заработали РНЖ, это уже практически, наверное, пять тысяч преимуществ, а сейчас четыре, но я думаю, сейчас, если заберут еще один Тавр, будет пять. Я думаю, что и у меня, и у команды Комплексити было ощущение, что вот Эмберспирит стянул всех на мид и доволен этим, и дальше он не будет атаковать. Но как же они заблуждались, в итоге их просто зажали в тиски со всех сторон, Эмберспирит делает все, что хочет, Никс делает все, что хочет, стрела залетает уже в который раз. Уже суммарно, мне кажется, секунд на пятьдесят стрел залетело. Да, да, там очень много стрел, причем даже если убрать ту стрелу, которая не попала у нас, когда выходили на лимпы на древних крипах, в любом случае, это был результативный выход. Не хватает в доте вот этой вот опции посмотреть контроль за игру? Да. Ну, вообще, мы уже не раз отмечали, очень много не хватает в доте, именно вот по информации, да, что-то добавляет в дота плюс, да, вынуждая нас вроде бы приобретать его. Ладно, хотя бы там добавили, но все же многих вещей все еще не хватает для статистики, которая необходима. Ну ладно, что поделать. В любом случае, по факту, у нас уже продолжает расти преимущество в пользу команды РНЖ, но не критично еще для команды комплекции все еще. Все еще продолжает хоть как-то фармить с кем, у него вот появился Мом, дальше будет Шадо Блейд, Монта Стайл, ну... Тут, по-моему... Под удачную крона, может быть, удаля получится выйти, почему нет, может быть, кого-то заберут, но урона слишком мало пока у него. Я не верю в этого воида, от слова совсем, он здесь должен быть какой-то полуинициатор, полу-керри, но при этом он ни то, ни другое, у него слишком мало золота. Ну, нужно давить, в свою очередь, РНЖ сейчас идти, они должны почувствовать свои силы, кстати, они выходят в чужой лес. Там некор, там темпларка, видят темпларку, бежать лимб, лимб, беги... Ну, у него есть блинг, уйдет. Не знаю, я вот не уверен. Ну, подождем, он спрятался пока что, стей, врывает, нет, не уйдет, стей, врывает, пошла стрела. Слишком быстро разбивают рефракшн, стрела взлетает на 5 секунд, старшторм, минус, тут же уходит, чтобы не накрыл некрофос, его поднимают в ул и уходят. Это еще не все, нашли у нас воида здесь, ой, весл, накинули, воид, есть хрона у него, но за ним погоня, двойной старшторм, воид погибает. Погибает, отправляется в таверну, типуют его, еще и привязали Снайкинга, очередная стрела, но Снайкинга, наверное, не заберу, слишком жирный некрофос, конечно. Да и не нужно. Да. Забавно, конечно, воид подвесил, он нам просто сгорел, минус 2 кора. 5.800 против 8.500, это, причем, это не потому, что воид много погибал, а морф, там, фрефармил, забирал фраги, нет, у морфа 3.05, но эти 3.05 уже были по факту, когда он перефармил, просто потому, что морф фармит гораздо быстрее, а воид, ну вот, просто ничего не может сделать. Да, и слушай, сейчас появится Блэкинг Бар, и это тот артефакт, который, мне кажется, позволит вообще максимально безнаказанно по драке перемещаться Мане на морфинге, и, возможно, как раз-таки с ним и пойдут, и будут давить продолжать. Вот сейчас, возможно, смог вылазка какая-то удачная получится у Комплексити, давайте посмотрим, потому что пока все, что мы видели, это как избивают их, еще ни разу не пытались они нападать. Ну да, может быть, что-то и получится, с другой стороны, если нет, ну, хроносферу хотелось бы увидеть, но очень тяжело подниматься на хайграунд. Вот, и Мирана стоит в суперкрутой позиции. Да, и такое, вперед идет, конечно, Снэйкинг, готов впитывать. Даззл, Даззл! Но это не та цель, есть шалу грейв, пошла стрела, стрела, благо не попадает в это время, врывается с кем, там, за Ахфу, Ахфу далеко, забрали Даззла. Он не видит Ахфу. Он его не видит, он видит Стея, но Ахфу видел, показывал, где находился воид, и воида привязали. Он думает, что теперь здесь Вард, да, и Варда никакого нет, тебя просто видел Никс. И Эмберспирит уже на топе, у него трвела, он уже начинает подпушивать верхнюю линию. Да, круто. Знаешь, вспоминаются игры Нави, вот, казалось бы, а Нави-то тоже используют воиды, и у них почему-то получается, но есть один маленький носатый нюанс. Они используют воиды вместе с Магнусом, который дает воиду Эмпауэр, и благодаря этому Кэрри быстро фармит. Юл там приобретаясь на Кинг, это все понятно, есть хроносфера, стрела. Ушел, вернулся. Ну, и все, как бы, хроносфера потрачена, как-то драться уже не хочется. Кстати, они поставили центри сюда, они действительно думали, что здесь квартир, и на этом центре попался Ахфу, но его все равно не забрали. Да, и причем Ахфу просветили его, кстати, сейчас, по-моему, да, 100 очередной залетает, есть Эрви здесь. Ну, вчетвером-то должны справиться, еще и косой сверху накрыли, ну, вот, хоть что-то, хоть какой-то плюс сейчас для ребят из команды Комплексити, но огромный минус в том, что РНЖ продолжают фармить, как не в себя, и мы видим, как растет Нетворс уже 7 тысяч. Сколько дали за Ахфу? Вот сколько суммарно дали за Ахфу? Копейки какие-то, наверное. На него потратили заряд просветки, два центрика и хроносферу, а получили за него 435, ну, минимальные выгоды, скажем так. Ну, отбили хотя бы затраты, уже хоть что-то. Да. Знаешь, не в плюс вышли, но хотя бы ровно. Так, на зрак и будет, пошла стрела, попадает в Огрмага, подтягивается стей, привязали, Огрмаг будет больно. Ему очень мультикас, конечно, прокает, но толку от этого никакого нет, благо есть Флэнгвард. Очень аккуратно действовали сейчас роллные вагивап, понимая, что рядом может находиться много героев соперника, но поняв, что здесь один Огрмаг, забрали его. 10 тысяч 466 золота у Морфа. Войд 7 тысяч. Уже должно быть готово, по идее, у Морфинга, и дальше, наверное, пойдет дальше в статы собираться. Да, у него будет Манта Стайл. Отлично. Юл появляется еще один для РНЖ. Это теперь для, как раз таки, Эбер Спирита. Ну и Войд, ну, тоже БКБ. Да, отчего его скорость фарма никак не... Ну, конечно, знаешь, вот так вот, если каким-то образом игра не будет заканчиваться на протяжении 60 минут, Войд даже с такими артефактами нафармит. Но сколько при этом появится у Морфа и у Эмбера, страшно представить. Там смок вылазка, я так понимаю, да. В миде разбили смок РНЖ. Тепларка, опять Лимб. Ой, как будет неприятно потерять Лимба сейчас. Лимб, подкопали его, врывается Морфлинг, стрела сверху. Даже БКБ не пожалел. На всякий случай, почему нет, это приятный фраг. Да, это очень хороший фраг и опять же... Это еще не конец, там врывается стей в погоне за Зетфриком. Зетфрик, а бы подвязать его. СРФ. Зетфрик. Зажали его здесь бутербродиком вдвоем, даже втроем. И в итоге погибает он. Еще один фраг, это не конец, там в это время избивают кого? Это, по-моему, фу, да, хроносперу опять потратили на этого. На бедолагу просто, фу, уже второй раз тратит хроносперу. И в итоге неудачно, стей врывается, привязал двоих. Мане здесь, избивает у нас Тема, Тема успевает уйти из-под стрелы. Но подкопали Снайкинга, Снайкинга должны забирать. Есть Техослэм от Энви, но, по-моему, толку никакого нет. Там одновременно в Юле находится и Шейкер, и Эмбер забирают Шейкера. Слушай, Снайкинга отпустили, отпустили на честном слове. Горит он, конечно, но не хватает урона, выживает. Хорошо. Да, Морф издевательский, через всю хроносферу прокатывается волной, как бы показывая, что мне плевать на эту хроносферу. И опять в ней Никс Ассасин заперт. Кстати говоря, вот к своему стыду не думал, что это так работает, но Весел, судя по всему, контрит от Хилл Вайда, и он каждый раз Тайм Волка восстанавливает себе очень мало. Я почему-то думал, что там, знаешь, как бы Терри Блейда, механика. Я думал, что механика Као, да, примерно такая, если честно. Видимо, нет, потому что под Веселом он восстанавливает себе слишком мало. Как бы он же называется Тайм Волк, ты, по идее, по названию скилл, ты должен возвращаться во времени обратно на тот момент, когда у тебя был фуловый столб, ну, здоровье. А ты возвращаешься? По-моях, по-моях. Ребята, я вернулся, когда драться. Ладно, игра продолжается. Восемь тысяч на Рошана заходит РНЖ, но... Свера нет? Да, как драться, комплексики не ясно. Тут еще иллюзии Марфа. Очень приятная руна вот для этого персонажа. Первая иллюзия втанковала. Еще одна пошла. Да, был, да, этот, ультимейт. Ах, фу, бегает рядышком, контролирует передвижение команды комплексити, если что. Хотят, хотят попытаться. Там поцепили, по-моему, поцепили кого-то. Да, есть стрела. Ой-ой-ой, как же больно комплексити. Моментально минус два, забирает лимпа. Пять. Бедная темпларка. Да тут вся команда комплексити натерпелась просто от этих стрел от СТРФ. Мне кажется, СТРФ я этого не промазал за эту игру. Ну, тяжело промазать, когда там герой просто стоит в стане, в чайнах. Какой был план Огра и Темпларки? Вот есть такие герои, как Энигма, Воид, Феникс, Шторм, которые могут хоть что-то сделать. А есть Темпларка и Огр, которые могут просто постоять. Никакого смысла там находиться и чего-то ждать не было. Нужно было отдавать этого Рошана. Но, видимо, у комплексити уже легкая безысходность. Ну, если честно, я вообще не представляю, как сейчас убивать Мане с Таэгисом, с БКБ. Есть геймченджеры в этой игре, есть Воид. С одной стороны, с другой стороны, его Нетворс 8500 против Морфа 12700. Да, плюс еще помимо Морфа нужно что-то делать и с СРФ, который имеет уже почти 10 тысяч. А, Мирана это очень жесткий демешкулер. Есть-то еще и Эмбер присутствует, которого тоже нельзя оставлять без внимания. Слишком много целей, которые всех не законтролишь. И всех как-то хочется законтролить, потому что все герои невероятно мобильные. И Мирана, и Морф, и Эмбер, естественно. Вообще, конечно, Мирана с этим талантом своим абсолютно ненормальным на сжигание маны. Ты дикий персонаж. Да, в соло забирает маны тем временем Т1, а не жалей не будет у него дальше, я так понимаю, Линка, да, Линка. Линка против Косы, чтобы Косоева не зацепили, или Стана Могра, ну, еще меньше контроля. Да что угодно, да, неважно, в любом случае приятная штука будет. Линк продолжает фармить, мне вот интересно, что у него там на подходе, но, видимо, что будет появляться у Темпларки, мне интересно. Ну, ей БКБ нужно. Ну, безусловно, без БКБ никак. Ну, вот есть уже рецепт, но не останется на байбэк, если будет драка. Боюсь, что БКБ, байбэк ей не поможет, да, и Линк со мной согласен. Ну, смысл байбэкаться, два раза умирать без БКБ, когда можно хотя бы один раз сделать что-то с БКБ, попробовать хотя бы. Еще одно БКБ появляется для Войда, но в это время она заходит в наглую на хайграунд, ничего не боится, у него Аегис готов разменяться. Ломает отриглиф, прожали, хорошо. Морф под Вивом, это, конечно, то еще зрелище, там 60 брони. Так, Энви и Снэйкинг готовы врываться вместе с Войдом, видят СРФа. Но также Ахфус палился опять на центре, врывается на него, а тут стей по-троим, отлично, пошла стрела, залетает в Энви. Не хватает урона, чтобы забрать Ахфу, Ахфу все еще живет, забирает только сейчас, но потеряли Энви, Энви делает байбэк. Есть хроносфера, уронили на СРФ, я так понимаю, да, избивают его, нет, это не СРФ, это был Даззл, Даззл накрывают у нас в итоге косой, драка продолжается, как же больно, Лимпу, Лимпу просто расстреляли с кайграунда и контролят Войду. У Войда тоже проблемы, привязали его, врывается стей и поиск Войд также отправляется в таверну к своему другу на темпларке. Короткий итог этой драки, потратили половину дизейблов на Никс Ассасина несчастного, а дальше Войд закрывает, Джим, ты Войд, ты закрываешь в хроносферу. Даззла и Кора. Даззл не может ничем помочь, кого бить? Конечно же, Даззла, по-любому. Конечно же, Даззла, но вообще, наверное, он не пробил бы Кор-героя, потому что очень мало урона. Ну, он, возможно, решил хотя бы хоть какой-то минус сделать, да. Возможно, он был уверен, что не хватит урона. Ну, ноль импакта от такого минуса. Это правда, это правда. Как итог, теряют Т3, начинают падать бараки, в это время стрела очередная лечит, принимает ее лицо, мокрый маг. Как бы один увернулся, другой принял. Это подстава от Кири Кинга. Ну, это минус нижняя линия у команды Комплексити. 15 тысяч прифарма у РНГ, ничего, по сути, не потратили особо. Ну, вот знаешь, если бы СРФ вчера играл на Магнусе, вот как сейчас играют Комплексити, никакого камбэка не было. Нужно играть жадно. Нужно стараться либо дать хроносферу по всем, там, по нескольким корам, либо не давать ее вообще, и только вместе с командой. Потому что, если будешь играть так вот по одному, по двум, ничего не добьешься. Вот, по КБ отступает. Да, заставили прожать, там ВИФ еще залетел от Дазла, сейчас будет такт с минус армор. Ах, фу, продолжает так же бегать, готовка вот ловить. Есть в центре на него, безусловно, но мы уже не раз видели, что, ну, это ничего не значит. Тратят все свои спылы, весь контроль на этого бедного Никса уже в очередной раз, он только и рад этому. Да, учитывая наличие Дазла, там еще и можно не забрать, потом он поднимет себя в Ю, куда-нибудь в Дастан, Карапас нажмет. Манец! Ну, он заходит нагло, не боится ничего, очередная стрела летит, пролетает мимо. Хорошо, заберут сейчас пачку крипов. Мане понимает, что у него Аеддис, у него Дазл в команде есть. Да. Который, если что, поцелет, врывает у СТ, привязали, отлично. Сбили сразу все щиты от Тампларки. Очередной ВИФ. Под рефракционом еще находится Мане. Ну, тяжелая ситуация, конечно, да, можно много умных вещей говорить, но на самом деле в комплекте вот что-то посоветовать. Очередной Смог, Надежда, как вариант, если они как-то в пятером накинутся сейчас? Никса! Опять, ну хотя бы его забрать, не знаю, но Никс, конечно, безусловно, не та цель. Забрать бы какого-нибудь... Он разревилил Смог с Энви. Серьезно? Да, вот есть Энви в смоках. Краешком зацепил. Там, причем, он зацепил и даже сам не заметил, но Энви уже... Это как бы послужило фактором того, что все желание драться у Комплексити отпало. Они понимают, что их видели, или, возможно, видели, и проще отступить. Или увидят, если они будут дальше. Пропал Аегисным временем у Мане. Гем приобретает себе Даззл. Тоже все хорошо. Ахфу занял хорошую позицию. По Миду толкается линия. Ну, видно, видно по миникарте, как сильно зажаты сейчас Комплексити. Такое ощущение, что они просто без идей. Без идей, что делать дальше? А что делать? Ну, не знаю. Они вот попробовали выйти в смоках неудачно. Нужна какая-то нереальная комбинация. Тут же я индийский. Тут, на самом деле, все на несколько шагов продумано вперед из-за того, что 20 тысяч перифарма. Нет ни дэмэджа, ни достаточного количества контроля. Но нужно что-то. Нужно искать свой шанс. Возможно, когда-нибудь они встанут в хроносферу в пятером. Или Джеки Мау. Точно. Это же величайший игрок планеты. Джеки Мау... Настало твое время. Берет 7 к броне. 250 к мане имеется. Что с блингдаггером? Есть блингдаггер, имеется. Практически. А, это у них практически есть у Ахфу. Ахфу опять нашли. Отфисурили. С другой стороны, правда? Ну, ничего страшного. Ахфу готов принимать. Если что, неподалеку бегает СРФ. Тут подфармливают крипов. В это время толкается линия по топу от Стея. Ну и Мане тоже перекачанный. В ловкость неподалеку бегает. Все хорошо. Молнии появляются еще для Стея. Еще плюс урон. Находят Ахфу? Нет, это Энви нашли. Энви нашли? Нет. Ой, боже, Энви нет! Нет, Энви погибает. 75 секунд его не будет. У него байбека нет. Он байбекался, видимо, или что? Почему 75? Почему так долго? Видимо, да. И еще и находит Огра. Злэдфрик тоже погибает. Такими темпами может быть конечная бустера. Да, как без суппортов тут драться? Тут и так перефарм 22 тысячи. Еще и суппортов нет. Думаю, что это минус вторая сторона должна быть. Вив. Морф опять получает миллион брони. Ну, у него уже за 50 привалило, да. И он просто заходит и под нереальным атак-спидом ломает стрела. ЕУ. Попытка прохарасить морфа. Он ворует рефракшн у темпларки. Забирает Р3. Привязали у нас еще Снайкинга. Заберут его. Старт-шторм полетел. Да, Снайкинг сразу же делает байбек. Но бараки падают. Медленно, но верно. А теперь быстро. Стейк побежал вперед, попытался привязать на фларку. Вовремя уходит Лимп на блинке, но мид упал. Можно перегруппироваться, уйти на топ. Хотя привязали опять у нас здесь неплохо. Вроде бы Некрофоса, но далеко. Далеко он уже. Оттолкнули его грамотно. Ну и появится Шекер через пару секунд. Наверное, проще отступить. Ой, да хочется зацепить кого-то. Кого ты будешь цеплять? Никс это все-таки такой персонаж, который еще много времени выиграет. Там прожмет как-то карапейс, ты в это все ворвешься. И больше потрачишь время еще. Возможно, дашь возможность контр-инициировать на себя как-то. Джеки. Джеки, только твой эхимейт. Я надеюсь на тебя. Нужен эхо-слам на миллион. Так, разбилишь Мок. И Ахфу уже готов ревелить его. Что? Законтрено. Здорово. Но он еще готов подкапывать, если что. Ой! Мои глаза! Вот, собственно, то, что мы ждали. Да, это, конечно, полнейший провал. Я бы уже писал ГГ. Есть крутоспира, хотя подождите. Но этого недостаточно. Пошла коса. Но есть шалу-грейк. Спасает в итоге у нас тесты. Выживает. Забирают. Здесь уже трек игроков команды комплексити. Убегает Лимб. Убегает Снэйкинг. Лимб. выбил диск из стэн, ну и... Как он мог? Как он мог? Как он мог? Я не знаю, что сказать здесь. Ну, знаешь, как я говорил на первой карте, или я на второй же это сказал, я не знаю. Envy — это такой парень, который ходит по краю. То есть от гения до полной бездарности. Сейчас не повезло, сейчас он поступил как полная бездарность. Если бы он залетел и вслепую заставил всех. Да, пятерых — это был бы гений доты, понимаешь? Вот насколько большая разница в действиях игрока. Ну, нужно было рисковать. Он принял решение, рискнул. Джеки, не расстраивайся, это один-один, это еще будет третья карта, не нужно унывать. Ну да, здесь вас переграли, но вы точно так же переграли соперника на предыдущий. Один-один — все впереди. Один-один, но я бы сказал, у РНЖ как-то более уверенный один-один получился во второй карте, нежели в первую карте командной комплексити. По-хорошему. Наверное. Уже впечатления, к сожалению, после последних секунд прям вообще смазаны очень сильно. Один-один — третья решающая карта выявит победителя, а мы передаем слово в аналитику. Классика учит нас, что любой город может быть городом контрастов, и вот Стокгольм сегодня — это город контрастов, просто потому что первая и вторая карта радикально противоположны. Ну а в свою очередь команда Royal Never Give Up подтверждает свой статус команды, которая, как правило, заливает первую игру, а вторую выигрывает, причем достаточно уверенно. Это карта не исключение. Да, это карта не исключение, очень верно подмечено. Ну что, разбираться будем? Да, можно, можно. Ну не, я думаю, ну надо пообщаться все-таки ради приличия. Было, да, очень очевидно, что все произошло. Это поражение у комплекции случилось из-за того, что в боте воют очень мало нафармил, в миде Темпларка нафармило много, но, как я говорил, мне этот персонаж в последнее время прям совсем не нравится, потому что, ну как правило, ее вот такие герои типа Пээла какого-то, да, вот они просто окружают, если ты чуть неудачно как-то блинканулся в Teamfight или просто на тебя напали, то Refraction моментально сбивается и все, и ты как бы бесполезен совершенно. Так, а что это нам пока 16-й минуты, там других нет, ну да ладно, там может хотел что-то подметить. Так вот, какого вообще черта Войт стоял в боте? Кто-нибудь мне может объяснить, что он там хотел? Марфа перекрестить или что он там хотел? Он туда пришел заранее проиграть линию. Ему нужно было встать против Мирана. Это огромная ошибка комплекции, что они так, не знаю, неосознанно или специально они так сделали, специально они так поставили. Да, в топе, конечно, Некровусу комфортно было. Он там стоял, он там фраги делал с шейкером, он там и фармил отлично. Пришел бы он в бот, ему было бы потруднее. Да, стоять Некровусом против Морфлинга это не то же самое, что и против какого-то ДК совершенно бесполезного и беззубого стоять и всех крипов добивать. Но зато у тебя бы, у Войда появились бы вещи. Войду нужно Mask of Madness и Shadow Blade. Это все, что ему требуется для того, чтобы искать по игре Морфа и убивать его за хроносферу. В чем преимущество Войда как героя против Морфа? Вот тоже там комментаторы рассуждали, да? Потому что Морф не может перекачку включить нормально. Ты из Shadow Blade не делай удар, а просто сразу ставишь ему хроносферу, у него там 700 хп и ты его хоп-хоп-хоп под момом и все, заработал. А тут такого не могло происходить, чисто физически, потому что разница в Нетфорсах чудовищная. Контроля на карте нет никакого, еще и в миди персонаж, который Лайн выиграл, а больше ничего сделать не может. И вот мы смотрим, по сути, просто на окончание этой карты. Ну и на самом деле очень сильно зависела команда Complexity от своих ключевых способностей, которые они тратили, ну вот как правило, в одного только нюкса. А ты по-другому не можешь их тратить. Вот все, тебе на карте Морфа не найти, глубоких вардов нет, Shadow Blade нет, никуда не пройти. Плюс этот Никс, он еще бегает... Сейчас, сейчас, секунду, секунду, вот оно. Да, да, да. От которого Мелл Шторму стало плохо. Я понял, да. Ну тут, наверное, всем, кто сделал ставку на комплексе, плохо стало вместе с Мелл Штормом. Возможно, даже еще хуже, чем ему. Ну, понятное дело, что это вообще ничего не решало. Даже если бы он там попал бы эхо-слэмом хоть в кого-то, игра была закончена еще вот где-то на, там, на 15-й, наверное, минуте, когда там Пларку просто начали гангать, а у Войды ничего нет. Серега, ты расстроен за комплекс, если чего молчишь? Не, не расстроен, я слушаю Никиту. Вот сейчас добавлю. Не, ну, Никита правильно говорит, нужно было фланги схлапнуть местами, потому что Войт бы стоял спокойно наверху, там стоит у тебя линия в лице Никса и Мираны. Там один Угармаг спокойно может это гонять, как раньше вообще пекали этого Угармага. Угармаг этой серии ондайнга, да, который может один выйти там со своим восьми армора, там взять Солшилд еще на первом уровне, тебе просто Никс не будет пробивать, он тебе будет там царапать по 10 хп. И Мирана, да, тоже со своей маленькой атакой вначале тоже ничего не будет делать, потому что там вначале нюки не покидаешь, он просто двоих может отогнать с дубины. Просто побежать, если ты хорошо заблочишь крипов еще, спокойно Войт стоит, а потом Войт набирает себе как раз определенные там орбо-феномы и пауэртретс, и он уже в соло может гонять, да, если Миран там остается, он на нее сам бежит, ее спокойно убивает, потому что Никсу там нужно уходить, там гангать и так далее, там какие-то руны чекать из этой серии. Внизу, да, Некрофос будет стоять шейкером, но все равно это будет куда лучше, потому что Войта будет фарм, ну, Некрофос будет стоять терпеть. Некрофосу не нужно супермного артефактов, купишь какой-то хут там, да, себе, купишь стики, капли и все, и пойдешь танчить, вот танковывать там в середине игры. Вот, второй вопрос у меня по поводу Гармага, ну, зачем вот это вначале качать непонятный Блудласт, который тебе вначале, в принципе, ничего не даст, да? У тебя Войт, который, ну, ты дашь ему Блудласт, что ему сделаешь? Фарм ускоришь там на десять секунд и там быстрее там нафармит или что? Все равно ты крипов столько на карте не найдешь. Он качает Блудласт, Макси там в седьмом пум левел, он четыре раз качан, Игнайт у него на один, стан на три, это на восьмом уровне, когда ты со стану там можешь бешеный дэмэдж наносить, вот там чуть ли не под пятьсот с одного, у него там, сколько процентов, шестьдесят. Вот, что ты можешь постоянно эти мультикасты давать, чуть ли не каждый раз, поэтому очень странно. И вот этот конвейер, который двадцать минут шел, он тоже очень непонятный, почему у тебя фокусят одного героя, двое гоняются там за кем-то, какие-то руны собирает, почему, когда забегают пять героев по тауру, у него ни одного ТП не идет, вот, и вот это на протяжении двадцати минут, ну, понятное дело, что никакой игры отколов не было, начиная с лайнинга, кончая вот этими командными действиями и прикрыванием друг друга. Да, по поводу Огрмага, геймплея Огрмага, добавлю к словам Сережи, это такая старая раскачка старой школы, да, когда ты берешь там четыре Блудласта, потому что раньше мультикастом его же перерабатывали, он не был там настолько эффективным на первом уровне, и все качали Блудласт для того, чтобы бафнуть там одного-двух своих коров, но сейчас практически ни у одной сильной команды ты не увидишь подобного билда на Огре, просто потому что, как Серега верно отметил, если ты начинаешь, раньше даже вот Игнайт качали первее, чем стан, потому что ты Игнайтом с мультикаста раскидывался во все стороны, всех дамажил, замедлял, мог фармить на этом Огре, полезный был скилл. А сейчас вот ты берешь стан в четыре, приходишь с мультикастом, саппорт в жбан даешь разок, ему уже не хочется приходить в драку. Там кору какому-нибудь дал мультикаст, у него тоже там половина хп отлетела. Вот в чем как бы смысл-то вот этого нового Огрмага с его новыми скиллами. И ты можешь Марфа так очень жестко подловить, потому что он стоит с какими-нибудь маленьким количеством хп, ты можешь там прийти в инвизе или из куста выйти, вот подловить на реакции, просто дать ему мультикаст и на самом деле чуть ли не убить его. В целом-то урона-то вообще никакого нет. Вот мы видим темпларку, которая мид выиграла, ну прекрасно, мид она выиграла, а урон как-то в драке она не может давать, она входит в драку, ее сразу же убивают. Герой тоже без урона, то есть он там ставит хроносферу, если у него артефактов недостаточно, урона от него мы не видим. Кто там еще был? Некрофос, ну Некрофос это да, Некрофос это урон, но поначалу ему тяжело его наносить, потому что косой он как бы добивает, а урон там руками да с пульсом как бы он быстро наносить не умеет, ему нравится затяжная какая-то драка. И тут еще и у Огра Бладласс получается, то есть а кто урон-то должен давать? Нет такого героя. Ну что, друзья, мы с вами посмотрели Джеки Мау здорового человека, Джеки Мау курильщика, ну а каким будет Джеки Мау и его команда на третьей карте узнаем после небольшой рекламы. Субтитры сделал DimaTorzok